Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же хочет вас охмурить? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас безумно развитая интуиция, кстати, ребят. Я вот смотрю, вам надо жить абсолютно полагаясь на свои чувства, на то, что вы чувствуете именно вот интуитивно, не головой. У вас очень классная интуиция. Вы сильный человек, но я бы сказала, что человек довольно такой, ну, закалённый в боях. Да, вот вы, вас жизнь, жизненные ситуации настолько закалили, что не в сказке сказать, не пером описать. У вас есть деньги, я не могу сказать, что у вас какие-то прям финансовые проблемы. Причём вот вы такой человек запасливый. Вот у вас всегда есть денежка, ну, так, на всякий случай я их называю, да. Но в то же время у вас сейчас довольно непростой период. Давайте уточним, почему у вас непростой период. Вот как-то, знаете, как будто между небом и землёй. Во-первых, я не вижу у вас личной жизни, от слова совсем, да. Вот одноразовый как-то я не беру. Кто смотрит мои расклады, знает. У вас произошло разрушение. Это разрушение, скорее всего, понятно, с женщиной, да, не с мужчиной, как бы. Разрушение семьи, разрушение отношений. И проигрывается, что даже, возможно, вы добровольно не хотите пока вступать в новые отношения. Потому что больно, потому что обидно, потому что, может быть, ещё не перегорел, да, остались какие-то остатки чувств к бывшей. То есть, вот сейчас такая самая печалька в вашей жизни именно то, что связано с личной жизнью. Вот как-то вы сейчас очень воинственно, может быть, даже к женщинам настроены. Это может быть недоверие, это может быть опасение того, что снова могут предать, снова могут сделать больно. Вот есть страх, страх повторения вашей прежней ситуации. Вот именно этот момент вас ещё может останавливать. Так, что ещё происходит в вашей жизни? Да, очень какие-то воинственные энергии. У вас сейчас, вот, ну я бы назвала это дом-работа, дом-работа. Причём вот вы не видите, либо даже не хотите замечать вот других женщин. Но я в том плане, что можно было бы познакомиться, да, вот. Вы можете отмечать, что вот та красивая, та фигуристая, да, но вот не ёкает, но не хочется, но не тянется. Вернее, не тянет, да. Может быть даже, что ваши друзья-приятели, знакомые, там, коллеги, кто угодно, из вашего окружения, они могут тоже, там, я не знаю, предлагать, знакомить. Давай вот я с кем-то познакомлю, там, с женщиной, да. Вы не хотите. Вот такое сейчас вот добровольное отторжение новых отношений. Причём здесь проигрывается реально какая-то обозлённость в отношении к женщин, жёсткость, так, ну, отстранение однозначное. Так, давайте-ка посмотрим теперь наш главный вопрос. Кто же пришёл к нам сегодня на расклад, да, какая женщина пожаловала, которая хочет вас охмурить. Будем сейчас смотреть, давайте её описание коротко посмотрим. Что за женщина пришла? Ух ты, императрица! Причём она ворвётся очень неожиданно в вашу жизнь. Это императрица. Вы её знаете. У вас, смотрите, она где-то возле вас обитает. Может проигрываться, что у вас либо же даже был интим, да, вот левак, так сказать, либо же вы хотели зароманить, вот вы её когда-то, может быть, отметили, что вот она интересная, да, вот неплохо было бы такую женщину иметь отношения. Ну, то есть двояко проигрывается, да, поскольку у нас общий расклад. Либо же вы ей симпатизировали, но не дошло до отношений, либо даже могли там где-то налево прыгнуть. Женщина довольно ухоженная, интересная. Женщина моложе вас. Она умеет и следить за собой. Она очень уверенно держится. Она статная. Но вот именно с ней, кстати, у вас выпало здесь и колесо фортуны, и выпали кардинальные перемены. Я так немного наперёд прыгну, да. С ней могут быть реально серьёзные перемены в вашей жизни. И вот как-то она, вы знаете, вот она всё-таки охмурит вас. Вот она охмурит. Но это сначала будет понятно через интим. Это будет как-то вот спонтанно, что ли, да. Вот когда вы даже не думали об этом. Ну да, она, конечно, глаз давно на вас положила. Но как-то вот вы оба не будете на тот момент рассчитывать, что вот будет такой вот интим произойдёт. Знаете, как, ну чуть ли не как в анекдоте. Пришла за солью, да, а оказалась в спальне, да. Вот в таком плане я немного утрирую сейчас. Ну то есть дама, которая может реально принести, ну серьёзнейшие перемены в вашу жизнь. Вот она, она появится, знаете, вот как-то вы с ней пересечётесь, когда вам ещё будет грустно, тоскливо, да. Вот то ли у вас просто не будет настроения. Ту скупка у нас выпала, ребята. То есть это интим, который подразумевает собой, что он перейдёт в серьёзные отношения. Вот она появится, когда вам будет, ну не очень-то тогда отношений. Почему я говорю, что спонтанно. Я пришла за солью, да, вы поняли, как я говорила. Как-то вот, знаете, сближение будет мгновенным. Очень неожиданным, но мгновенным. Причём она вас как-то вот поразит даже. Чем она вас поразит? Вот она поразит вас своей какой-то вот душевной теплотой, что ли, да. Вот именно тем, как она, может быть, вас будет утешать, да. Не только в постели утешать, но и вообще. Вот какой она человек, да, вот. Она, может быть, на тот момент подберёт, ну, настолько такие, вот именно по-человечески такие добрые слова. Ну, потому что, когда мы утешаем человека, довольно важно сказать нужные слова в нужное время, да, и ему полегчает. И вот где-то так вот она найдёт нужные слова для вас, когда вам будет плохо. Вот она как раз сможет вас поддержать. И вот тогда вы взглянёте на неё другими словами. Ну, к примеру, там соседка Наташа пришла за солью, да, и как бы невзначай вот оказалась в спальне и смогла утешить, во всех отношениях утешить. Это я сейчас утрирую, но приблизительно в таком ключе, чтобы было вам понятнее. То есть человек, который, да, она когда-то была вам симпатична, но это было где-то так, да. Привет пока, может быть, там чисто подружески общались, и ничто не предвещало беды, которая назвалась любовь. Вот в таком ключе. Как будут складываться ваши отношения? Отношения, которые вы сейчас, скорее всего, не верите. Это будут отношения, которые будут подразумевать уже больше даже, ну, ваши даже манипуляции, я бы сказала. Почему ваши манипуляции? А вы будете, знаете, смотрите, вы будете с ней оттачивать свои навыки манипулирования. Но опять же, это будут такие маленькие своего рода проверки. Это не то, что вы будете там в каких-то злых намерениях что-то ней манипулировать, нет. Вот вы будете и тренироваться, и в то же время вот так слегонца её поначалу проверять, да, потому что, ну, ваши вот эти сомнения, опасения, ну, никуда они же не улетучатся так сразу. Поэтому вы её проверите. И на деньги я так смотрю, что вы, может быть, создадите какую-то ситуацию, либо же скажете ей, как-то вот, ну, смоделируете, да, спектакль такой устроите, что у вас, допустим, нету денег, ну, какие-то финансовые проблемы, да, ну, то есть такая маленькая ложь во благо. Либо же вы скажете, вот, как я когда-то пример приводила, да, вот, что заболел, нет средств там на лекарства, нет силы встать, да, вот лежу такой с температурой, страдаю, умираю, да, ну, в таком плане. И посмотрите, как она отреагирует. Она примчится вам супчик варить, либо же скажет, давай, может быть, по лекарству поеду, либо же ещё что-то. Ну, то есть в таком плане вы её как-то проверите. Проверки пройдёт она сто процентов. Почему у вас и падает, да, вот, и по карте солнца, и влюблённые, она пройдёт все проверки. Как бы вы там ей не пытались крышу снести, как бы вы не пытались что-то там, спектакли какие-то устроить, чтобы потешить вот свои вот эти все страхи и опасения, она всё пройдёт. Вот она всё пройдёт. Все проверки. И креми, и рим, и медные трубы пройдёт. Поэтому здесь человек абсолютно такой, знаете, вот, очень стабильный человек, который нацелен и на заработок. Она сама, кстати, довольно неплохо зарабатывает. Она сама может многому научить. Поэтому иногда вы даже будете себя каким-то вот маленьким мальчиком чувствовать, ну, моложе неё я имею в виду, да, не школьникам же. Она в некоторых моментах вот будет себя довольно так, ну, серьёзно, стабильно держать вот в каких-то жизненных ситуациях, что вы будете иногда поражаться, что, ну, вот, казалось бы, да, она моложе меня, я, казалось бы, умнее, чем она, да, а она вот как-то разруливает так ситуации, да, вот разные, что вы иногда будете, ну, так робить, опешить можно от таких талантов. Вот, поэтому, смотрите, дама очень такая интересная и всесторонне развитая, ну, со всех сторон, да, вот как ни кружи. Женщина, с которой вы познаете вот именно и прелести любви, и которая вообще перевернёт вашу жизнь. Вот именно благодаря этой женщине вы, наконец-то, избавитесь от своих сомнений по поводу вообще женщин, потому что очень плотно в вас сидит недоверие, вот эти все негативные мысли, они, ну, настолько плотно сидят. Я вам скажу, что иногда она вас будет даже застраивать, потому что, ну, вот это ваше сомнение периодически будет, нет-нет, да вылезет где-то, да, поэтому она будет вас застраивать, и всё-таки она вам докажет, что нет, ну, так нельзя, да, что вы, ну, все разные. Поэтому, ребята, в вашу жизнь придёт женщина, которую вы и знаете, и в то же время не очень знаете, да, из которой, ну, кардинально поменяется жизнь, поменяется всё, да, и ваши мысли в том числе, потому что если раньше, вот, либо же сейчас, да, вы больше сомневались, вы не очень доверяли женщинам, да, ну, то есть много тараканов, вот этих всех заморочек было, то именно с ней вы найдёте, обретёте самого себя. Вот именно с ней вы почувствуете вот себя победителем. Вот если вы сейчас можете быть в состоянии побеждённого, то с этой женщиной вы будете в состоянии победителя. А это два разных, больших, таких вот, знаете, далеко противоположных значения. Победитель либо побеждённый, да, когда одна женщина победила вас, а другая многому научила. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!